Алкоголь появился в истории человечества очень давно, несколько тысяч лет назад. Его бесконтрольное потребление может привести к болезненной зависимости, требующей длительного лечения, реабилитации и социализации. В Губкинском медпомощь такого рода доступна в стационарном психоневрологическом отделении. В психонаркологическом кабинете осуществляется как раз-таки диспансерное наблюдение за гражданами, страдающими от разных видов зависимости. Им оказывается амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе и какие-то реабилитационные мероприятия проводятся. Стационарная помощь, я сказала, в психоневрологическом отделении. Из 18 коек стационара 9 коек наркологических у нас. Врачи говорят, безопасной дозы алкоголя не существует. Медики связывают с алкоголем развитие десятков заболеваний. Помимо удара по здоровью, пьянство несет социальную опасность. До определенного момента человек еще может участвовать в жизни общества. Есть какие-то на первой стадии факторы внешние, которые могут приостановить алкогольный эксцесс, череду употребления. Это либо когда заканчиваются деньги, либо необходимость выхода на работу. То есть человек еще придерживается социально поощряемой нормы поведения. Постепенно эти нормы для него утрачивают значение. Естественно, он дезадаптируется в социальном плане, теряет работу, теряет семью. По статистике, от последствий алкоголизма умирает больше людей, чем от стихийных бедствий и дорожно-транспортных происшествий. Притом переход от любителя выпить к пьянице может произойти буквально за пару лет. Есть люди, которым сложно на самом деле алкогольную зависимость побороть. Себе просто доходит до какой-то точки кипения. Вот эти нагрузки ежедневные, постоянные. Просто такому человеку надо бы, конечно, поработать просто банально с психологом. С психотерапевтом и психологом. Именно с этими двумя специалистами для того, чтобы его можно было переключить на какое-то другое хобби. Не на алкоголь, а на что-нибудь другое. В теннис поиграть, кулачные бои какие-нибудь, не важно. На сегодняшний день в психонаркологическом отделении на учете состоит 114 пациентов с диагнозом алкоголизм. На деле же эта цифра намного больше. Ведь не каждый может признать себя алкоголиком. Для борьбы с зависимостью без специалистов не обойтись. Если человек понимает, что имеет какие-то проблемы с употреблением алкоголя, что это влияет на его жизнь качественно, наносит какой-то ущерб, то это уже говорит о том, что он критически относится к своему состоянию. Это уже большой плюс. Обратиться можно в городскую больницу, в кабинет нарколога, который оказывает помощь и амбулаторно, и стационарно. Вне ограничений по коронавирусной инфекции есть форма оказания анонимного лечения в острой фазе. Первый шаг на пути излечения от алкоголизма – желание человека избавиться от зависимости. Избавиться, чтобы жить насыщенной, счастливой и трезвой жизнью. Валерий Усманов, Олег Короткевич, Руслан Утанов. Новости Губкинского. Новости Губкинского.